Добрый день, Олег Геннадьевич! Рад приветствовать тебя на родном видении. Наши зрители хотят с тобой познакомиться. И хотел бы вкратце вообще чуть-чуть о себе. Кто ты, откуда родом? Здравствуйте! Здравствуйте! Мы, Паньков Олег Геннадьевич, родом с Алтая. Это Алтайский край. Предки наши тоже родом с Алтая. Деды, прадеды все с Алтая. У нас супруга Елена Геннадьевна Панькова. Четверо детей, две дочери, два сына. И мы занимаемся исследованием летописей ведической культуры, семьей в рода, в наследие предков. То есть обычаи, традиции, культура, здоровье. Почему девять дней в неделю? Почему девять чакр? Почему девять цветов? Понедельник, вторник, третий день, четверг, пятница, шестица, седница, осьмница, неделя. Почему сварожий круг? Шестнадцать созвездий, шестнадцать чертогов. В компьютере шнастеричная система, в пуде шнадцать килограмм. То же самое занимаемся обычаями, традициями. Что такое род? Что такое природа? То есть обычаи, культура, традиции народа. Олег Геннадьевич, а вообще как в жизни произошло соприкасание с родной культурой? Это как-то по традициям или что повлияло? Откуда оно у вас? Ну, первое, это пойди туда, не ведая куда, найди то, не знамо что, подни внутрь себя и подними роду. Ведь наши предки были староверы и старобрядцы. В тридцатые годы раскулачили. У меня прадед Причин Марк Сазонович, он носил бороду. В рубахе, в косоворотке, подпоясанной был. Прабабушка Причина Салмея Патрикеевна. Другая бабушка у меня, бабушка Фана Афанасьевна. У нее было семнадцать детей. В живых осталось шестеро. Ну, естественно, деды там на фронте погибли. Как на этот путь пришли? В 1995 году мы познакомились с хорошим человеком. Кстати, он с Орловской области родом. Орловской, Белгородской, отсюда у вас плюс Орловской области. Сечкин Сергей Александрович. И вот у нас духовный учитель, наставник. Он нам объяснил, рассказал, что такое энергетика, обычаи, традиции, культуры. Передал целительский канал. То есть, что такое народный целитель? Это собирает единое целое нашего рода. Пол половины мужского, пол половины же. Вместе единое целое. Что такое знахарь? Знает, как работает Цент Хар. Хар – это хор духов мужского, женского начала, вместилища разума. Рода – это характер и харизма. Характер от мамы, харизма от отца, совесть от предков. Отнести свой крест. Распятие. Ра – родовое вместилище разума с пяти центров. Правь, славь, явь, навь, здравь. Затем с бабушкой встретилась притчина Анастасия Филипповна. Это был 1996 год. Она научилась ставить пупочек в центр Хара. Характер восстанавливает. Передала я тоже целительский канал. Поэтому у меня получается два учителя. Один – Сечнин Сергей Александрович. Вторая – притчина Анастасия Филипповна. То есть, эти знания родовые. Учительский канал у нас как? Передается лоб к лбу. Когда время подходит у учитель, молитву, мантры, загору и читает мысли. Но если ученик готов, он будет этим пользоваться. Все четко проговорит. То есть, эти все знания и родовые, и приобретенные. Просто нам дано все, что мы выдаем. Это не наше, это нашего рода. Рода и матери природы. И мы это выдаем народу. Понятно. А где сейчас проживаете? На Алтазе, правда? И родовые поместья? Нет. Пока дом свой. Рядом с лесом, на окраине города. Дом хороший. Помимо этого, еще есть дом земля, 12 соток. Еще есть на даче 20 соток. Поместье всему свое время. Когда придет время, будут родовые отчины. Вот есть поместье родовые, то есть, к месту привязано. А отчество, отчество, отчество. Наша чизна, чти отца своего. Почему нужно поименеться? Почему Олег Геннадьевич? То есть, вот отчина придет время, будет. Просто у нас четверо детей. Сейчас третий учится в университете. Четвертый Радослав учится в школе. Потому что все равно мы привязаны. И родовые отчины, они пойдут, будут. Мы лепту в эту вносим. То есть, чтобы родовые поместья пошли по России, нужно не менее одного гектара. И обязательно суды беспроцентны для обустройства своей жизни. Вот когда мы сейчас у государства, будет выдавать беспроцентны. Да, у нас это все пойдет. Чтобы не в кредитах, в долгах, всю жизнь в рабстве быть. Родил ребенка, ничего не. Второго родил, 25%. Третьего родил, 50%. Четвертого родил, 75%. Пятого родил, все списалось. Это будет символ. Что говорят, с одним ребенком один и так, и так родят одного ребенка. А второй это будет, считай, справедливо. И государство вложит, и там правительство, президент, неважно кто. Депутаты вложат, и все это останется у нас на земле, у нас в роду. Нужно будет дома строить. Вот эти все заводы, которые будут по дереву, бетоны, кирпичные. Их здесь надо будет. Вот вам и рабочие места. Плюс Россия. На что, мана? На экологически чистых продуктах. Вот по Европе ездим. Германия, Австрия, Швейцария, Италия, Дания, Норвегия. То есть, экологически чистые продукты. Это особо ценится. Как говорил Ломоносов, Россия будет прирастать в Сибирь. Это не имеется в виду. Это значит, ни нефть, ни газ. Это имеется в виду знание, дух. Это именно душа, тело. Это именно компоновать. То есть, это тот раствор, который, как Путин говорит, скрепы. Но это не скрепы, это именно единое целое. Принцип рода и природы. Как вот у нас? У нас нет никаких ни темных сил, ни светлых. Есть две великие начала. Мужское и женское начало. Вот я сказочку про род расскажу. Просто людям это всем нравится. С удовольствием. Бьет из земли родник. Это место огораживают. Огород. Внутри ставят городище. Город. Строят дома. Есть что кушать. Есть где жить. Заводят скотинку. Коров, курочек. Создается семья. Семьянин. То есть, в зачатии ребенка присутствуют. Семь предков мужского. Семь предков женского рода. У нас 16 поколений. Идет зарождение жизни. Затем роды. Женщина рожает. Когда женщина родила, мужчины и женщины кем стали? Родители. Роди тело. Только когда рождается тело, появляется совесть. Совместная весть с космосом, с природой, с родом, с окружением. С природой. Со всем. Продолжение рода идет. Родня. Двоюродный, троюродный. Родственники. Народ. Наш род. Почему народный целитель? Собираем единый цел нашего рода. Пол половины мужского, пол половины женского. А земляна, которые народ живут, как? Родина мать зовет. Родина. Кто охранитель? Борода, богатство рода. Кто такие славяне? Не просто славящие яныни. Доли истинной томи. Доли истинной связи. Слава, лава, извержение семени вулкана. Когда идет извержение семени у мужчин и женщин, то, что люди оргазмом, рождаются славяне. И у этих детей все планы бытия, долг, душа, тело и совесть, ими нельзя манипулировать. Вот они, вольные, свободные человеки и асы. Очень добротно сказано. Лично от себя хотел, так как ты в этом разбирайся, плюс есть историческое образование, официальное. Можно об этом, что вроде уже, скажем так, в летах было получено рассказать? Да. Ну, срочную службу я в Афганистане служил, в разведке служил. Затем служил в спецподразделениях МВД. Вот. Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан, Москва. Перед тем, как уйти на пенсию, поступил в университет. Алтайский государственный университет. Знания уже были. Учительский канал был, целительский канал был. Уже народный целитель, знахарь был. Нужно было официально, чтобы для нашей деятельности, чтобы исследовать это официально. То есть, закончил исторический факультет, преподаватель истории. Являемся историк, исследователь летописи, ведической культуры, семью родов, наследие предков. Второе образование психологическое. То есть, в принципе, мы занимаемся любимым делом. Это у нас семейно-родовое исследование идет. Дети наши единомышленники. Мы всей семьей родом ведем исследование. Леонид Ильич, вот чисто от себя хочу вопрос задать. Потому что во время встречи как-то было очень интересно, содержательно. И хотелось, чтобы люди позадавали вопросы. Тем более, раз и образование есть. Очень мне интересен сериал «Викинги». И вот «Варяги-викинги» это одно и то же. Тем более, ты как исследователь Скандинавии, и как бы путешественник. Можно пояснить, для зрителей это одно и то же. Разное или это племена? Это, в принципе, это одно и то же. Балтийское море называлось «Варяжское море». Варяжское море, то есть, варяги-викинги – это разные направления. Один род, как родственники, когда плотились и размножались. Вот этот принцип. И варяги-викинги, вот сериал «Викинги», ну там много что придумано. Там много что, там они не очень хорошо показаны, там такие были желтки. Ты говоришь, доля есть чего-то. Доля истины, доля истины есть всегда. Поэтому, что «Викинги-варяги», «Варяги» – это Варяжское море, путь из «Варяг» в греки. Вот мы и ездим по Германии, Австрии, Швейцарии, Италии, Зюдтироль там. Это «Рюген Капаркона», это то, что остров Буян. Это вот сказка о царе Салтане, когда она там в бочке. Вокруг острова Рюген тысячи лебедей плавают, тысячи лебедей. Круглый год, и зимой, и летом. И вот этот путь, вот остров Рюген, остров Буян. Вот этот путь через Германию, Остерайха, Австрии, Зюдтироль. И на Русское море, Черемное море, Черемное называлось Русским морем. Вот этот путь, там мы и действуем. И варяги, вот это, вот еще почему, викинги, да? Это сканда, скандинавия, сканда, покрытие Льновья. Это, если кто индийский ведой читал, Рама, Яну, Махабхарату, там есть такой бог Шива. Вот у него есть два сына, но у него три сына. Один сын у него Вышень, Вишну, Всевышний, это как Росрусы. То есть они носят шаломы, фалосная система, мужское начало. Народ это знает как Макош. То есть Богородица Макош, это его супруга. У Макоши две дочери, Доля и Недоля. Доля плетет счастливую судьбу, не доля несчастную. Когда человек становится на золотой путь развития, Макош плетает судьбу. И все вот это, наша культура, вязание, одежда, это все с Макошем. Она богиня судьбы считается. Судьба, суть Бога или суть Богов, это то, что посеет. И вот у Макоши как раз супруг Вышень, то, что Вишну, то, что Кришна, Крышень. А вторая супруга, второй сын, это Велес или Сканда. То есть что такое Велес? На санскрите копье Вель, который Георгий побеждает драконом. Наши предки по летописям 7527 лет уже назад воевали с ариманами, с китайцами. И вот это копье, которым дракона побеждает, называется Вель на санскрите. И там, где Твань межествое кидается, оно встал возвращается. Это мыслительная энергия. И вот этот Велес, его еще называют Сканда. Скандинавия, Сканда, покрытый льновья. И после того, вон, свои роды, то, что варяги, викинги, увел в Европу. Увел туда, в Скандинавию. Норвегия, Дания, Германия, на Варяжское море. И после своей смерти он сказал, что мой дух будет охранять эти земли. Поэтому эти земли называются Скандинавия. Навья, Навь, это Навьё, навождение, явился, запылился. Это материализация. И он сказал, мой дух после смерти будет охранять эти земли. И, кстати, что в Дании, в Норвегии, в Швеции, у них кроны, у них не евро. И они сейчас обычные. Я в Дании был в этом году. Что интересно, датское образование, оно котируется во всем мире. То есть датчане себя считают элит, элит. Они считают себя круче европейцев. И они, так как они считают обычную культуру, традиции, у них очень хорошее образование. И с датским дипломом берут везде. И в Германии, и в Англии, в Великобритании, в Америке. Сразу на службу. Они очень хорошие управленцы. Потому что вот по Дании едешь, вот у них вот эти викинги, вот эти, где предки жили. У них до сих пор там коммуны, был удивлен. И у них вот эти, то, что они делали, вот ладьи, по-нашему ладьи, да, вот эти вот их корабли. У них там мастерские, они это все делают, воссоздают. И любой человек может прийти посмотреть. Там никакой охраны нету. Стоят эти корабли, чем они, любой человек ходит и смотрит. То есть они чтят свои обычаи, традицию, культуру. Вот когда у нас народ будет на Руси чтить обычаи, традицию, культуру, у нас будут изменения. Как вот ведущий рус, что такое рус по рунам? Родовое движение совести. Если человек уважает обычаи, традиции, свою культуру, называется рус. А ведущий рус будет, как сокращенно называться? Ведрус. Поэтому в принципе, что варяги, викинги, это один род. Это как вот медаль с одной стороны. Понятно. Айген Ильич, сейчас многие люди начинают к корням возвращаться. Все знают, что до революционной была буквица. А вот руны, они еще древнее. Вот роль буквицы, рун. Все это в принципе наше письмо, наш язык. Как вот твоего понимания вот этого всего? Оно не противоречит или дополняет друг друга? Объясню. То есть вот эти руны, это русские руны. То есть это русские, эти русские. Или это нас русские, как сейчас говорят историки. Они были записаны четыре с половиной тысячи лет до нашей эры. И говорит, это русское не читается. Все читается. То есть в этруских рунах нету темного светла. Нету там принцип триединства. Духа, души и тела. То есть две руны создают третью. Как принцип мужской и женской начала рождает жизнь. Родители, роди тело. И принцип рун, принцип рун, это когда был единый народ, народ русов. Затем, когда буквицу придумали, это для, буквицу для чего создали? Вот один народ русов, славянские племена сделали. То есть разные языки, разные культуры, обычаи, традиции. Да, вот славяне, славяне, Македон, Польша, Чехия, Черногория, Словакия и так далее. Украина, Белоруссия. Ну, у нас здесь более-менее сохранены, похожи. То есть для чего? С помощью буквицы придуманы разные языки. И поэтому очень многие слова вот сейчас разбирают. Они действительно есть. Потому что и буквицы участвуют в этих словах. В принципе, это все взаимосвязь, все это дополняется. Но руны, они древние, в рунах образы очень мощные и сильные. И в руны, там устройство вселенной есть. Как все, там детей у нас этому учили в 5 лет. И вот до революции, до 1917 года, эти руны, это русские, преподавали в генеральном штабе. Потому что была Российская империя, наши войска стояли везде. Так же, как была держава Русь. И не зная этих рун, ты не сможешь взаимодействовать с невидимыми силами. Ну, с предками, с энергиями разными. Места силы, вот эти порталы. То есть ведая через руны, через фастичные символы, можно было взаимодействовать с этими невидимыми силами. И когда ты с этими невидимыми восстановил связь, дальше идет с автоматом. Ты всегда с народом договоришься. Поэтому нас уважали, любили. И в принципе, к русским, к русскоговорящим, очень хорошо относятся в Европе. Нас европейский народ любит. И в Германии, и в Австрии, и в Швейцарии. Очень с уважением народ относятся. И очень с уважением относятся к нашим знаниям. Они всегда, когда читаешь лекции, семинары, они говорят, мы открыты к любым знаниям. И очень всегда благодарят. Что в принципе, это все один народ. Расы, роды, асов, страны Асии. Что русы, что германцы. Что даже англоговорящие народы, как говорит Анастасия с книг Владимира Николаевича Мегри, это все один народ. Не буду задерживать. Я знаю, что ждет еще у вас путь-дорога. Благодарю за интервью. Я думаю, до новых встреч. Благодарю.